всем здорово сегодня будет такое нестандартное видео я буду делать небольшой обзор на gopro 360 макс и проверю новые фильтры для dji mavic mini уже проехал 21 километр ветер не очень сильный сегодня сейчас еду через труд и планирую фалагина в полях все это дело затестировать на валянина в тени эпично да ребят угадайте что я забыл маленькую но важную детальку в общем обзора сегодня не будет по 360 вот такой чехольчик приобрел вообще удобный очень для gopro max ссылку оставлю он жесткий защитными фильтрами от ультрафиолета даже входит туда нормально и вот я еще купил монопод мне не хватало же длины то здесь вообще приличная длина где-то метр двадцать наверное единственное что я не учел это фиксатор для gopro был стандартный он немножко не по центру идет чтобы она была по центру мне пришлось короче вот эту штуку купить тоже ссылку оставлю на всякий случай может быть это столкнется с такой проблемой в общем я ее обточил и сюда вы где тот настолько она вошла плюс супер клей плюс болт насквозь просвернул думаю надежно будет держаться теперь ну потестировать этот раз не получится конечно же себе приобрел чехольчик для марика он гораздо компактней то есть батарею просто в рюкзаке да здесь все очень компактненько жесткий тоже ссылку оставлю ну и собственно для коптера нд-шки взял потому что очень сильно стробит выдержку как бы вручную выставлять сейчас можно новой прошивке мавика но все равно пересвет идет получается либо выдержка короткой и стробит очень сильно буду сегодня фильтр испытывать здесь я птиц не собью что-то птичек здесь столько много летает и сушки всякие пролетают вот такой ути-пути фильтр совсем маханькой нд-шка это 8 идет также ссылку оставлю если заинтересует кого вот это кстати фильтр здесь нд-32 идет причем стандартной защите он даже помещается снова небольшой ветерок но я на самый на самом пике стою думаю нормально должно быть попробуем вот так фильтр держит за счет пружинистого пластика снимается получается вот так попробую сейчас начали без фильтра как он будет стробить и потом с двумя фильтрами по очереди здесь всего 150 метров ограничения то что зона аэропорта самолета действительно здесь садятся съемку буду вести в 2к с автоматическими параметрами но это для первого теста без фильтров ну и соответственно в кинематографическом режиме буду первый раз тестировать самая плавная съемка что было и и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Перед установкой линзы лучше выключать дрон, чтобы подвес выключался. Линзу устанавливать в принципе не сложно, она сама туда встановится куда надо. Но все равно тут есть некоторые моменты. Вот все защелкнулось. Вроде фильтр не залапал. Смерч. Палагинский смерч. Интересно, если туда коптером залететь, что будет. Ух ты, он расходится. Пошел, пошел, прям по дороге идет, так нормально. Кстати, у некоторых была проблема такая, слышал, что подвес начинал на коптере из-за фильтров сбоить. Ну, то есть веса больше становилось и он начинал дергаться. У меня таких проблем вроде как не было замечено. Но это я дома тестировал, сейчас на ветре попробуем. Параметры выдержка 1,6 и ISO 100. Поначалу может показаться, что фильтр как бы ненадежно держится, но вроде как все нормально. Изображение стало заметно темнее. То есть для ярких сцен, я думаю, будет само то. Но я принципиально не стал менять настройки, чтобы видно было, какая разница между этими двумя фильтрами. Еще такой нюанс, когда садишься, то есть пыль всякая фигня вот эта вот взлетает и все туда в дрон прям попадает. Поэтому, наверное, с собой имеет смысл все-таки брать вот эти, как они называются, баннерки-то вот эти со взлетной площадкой. Предварительно, наверное, все-таки ND32 снимает лучше зимой. Это я вот когда БАМ снимал, Тимирсо, там пересвет такой конкретный был, истребило конкретно очень. У дрона нету Active Track, но когда выбираешь быстрая съемка, режимы, ракеты и так далее, он же как бы фиксирует тебя в кадре. Я сейчас попробую побегать, когда он будет отлетать от меня, когда меня зацепит. Продолжение следует... Это уже посерьезнее, чем просто ветерок. Это не мой дрон там улетел. На самом деле, этот дрон создал такую пулюгу. Хоть он и мини, но он мощный. Да не, шутка, конечно. Прикольные такие ландшафты идут, и облака тень создают, и тракторишки ездят. Вот мой Mavic Mini. Я в такую турбулентность залетел, что я думал, вообще его сейчас киданет конкретно. Но единственное, камера немножко видна была, что дернулась, но ничего, он дальше полетел. Так что вот, удобная штука с собой возить, особенно если на велике. Эх, полагина, полагина. Я думаю, надеюсь, что его не застроят, чтобы здесь поля остались, чтобы здесь сеяли что-то. А то будет обычная деревушка, типа вот такое, и будет не очень хорошо. Друзья, у кого есть дроны, поделитесь опытом. Вот как вы их чистите от пыли, от всякой вот этой бяки. Потому что я вот сейчас батарею вытаскиваю, и там просто песок вываливается горами. Как его можно нормально почистить? Или вы так не летаете в пылищу? Ну, вообще, какое-то обслуживание нужно делать, не знаю, там моторчики смазывать, подшипники менять, что-нибудь типа такого. Потестировал, посмотрел различные режимы, посмотрим, что получилось домой, приеду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...